Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Сразу что на губах, что на глазах, потому что вы меня постоянно спрашиваете, а я на момент выхода ролик уже забываю. На губах помада Фаберлик 409-60, вот такая. На глазах палетка Диваша, которая с рандеву, шикарная, потрясающая, прям только к ней рука тянется. Так, теперь поехали, давайте по порядку. Баночек пустых много, поэтому справитесь поудобнее. Давайте начнем с бытовой химии. Две органы закончились, это кондиционер для белья Articool 118-54 с крутой парфюмерной одушкой, которая остается на мокром белье, на сухом белье и обволакивает просто всю вашу квартиру. Я обожаю именно за это. Одушка очень классная, богатая такая, древесно-цветочный аромат, супер. Так, дальше, концентрированный гель для мытья посуды. Вот такой закончился, Articool 393. Это у нас с вами лайм и мята. Хороший гель, все отлично, все супер. Но у меня вот сейчас в фаворитах новинка Ума, если честно, потому что она пенится даже лучше, чем вот эти вот гели. Хотя гель-бальзам. Гель-бальзам. Бальзам. Самые два предыдущих пенится плохо, а вот Ума прям классно даже лучше, чем вот эти, потому что я долгое время пользовалась у меня лимончик, вот яблочко, а тут налила и пена гораздо больше в свой тазатор, да, поэтому класс, супер. Но эти тоже супер, до скрипа все отмывает, все замечательно, рекомене нет. В любом случае, все равно буду всегда чередовать, потому что надо ехать, да, по Гремлю. У меня тут прям склад, если честно, много так пустышек. Гринли. Стиральный порошок. Брала в прошлом заказе, в прошлом каталоге две штучки. Пересыпала. Их оба тоже в контейнер из-под порошка. Классный, все супер, все отлично. Так же, как и наш порошок. Он просто немного подороже выходит, чем универсальный порошок. Голубой упаковки, да, и в оранжевой для цветных тканей. Я стираю только сыпучими продуктами гелия, я не беру. Так, артикул Гринли. И 118,91 я по купонам брала. 370 рублей он вышел по купону. Когда барабан не полный, я кладу полуложечки. Когда полный, целиковую, ну или если много пятен, то тоже целиковую. Расход нормальный, хватает надолго. Отстирывает прекрасно. Не могу сказать, что он как-то чем-то качественно лучше, чем обычный универсальный порошок. Они в этом плане очень похожи. Так, дальше. Моющие универсальное средство. Пробиотик. Которое с пробиотиками. Я рекомендовала уже вам много раз артикул 307.00 для нержавеющих вещей, для раковины. Вот лучше средства я не нашла для раковины. У кого нержавейка, вообще супер. Прекрасно справляется с налетом от воды, с разводами, с вот этими сводными и так далее. А раковина просто блестит потом. Поэтому я только вот чисто для этих целей применяю. Для плиты, для сковородок кастрюль слабовато, когда надо очистить. У нас есть отдельное средство. А вот для нержавейки вообще шик, блеск, красота. Краны можно там с ним протирать, да? Да всё что угодно. Так вот, собственно говоря, универсальный порошок. Тоже был пересыпан в своё время в контейнер. Артикул 322. Это альпийские луга. Всегда беру либо альпийские луга, либо горную свежесть. Всё прекрасно, всё здорово, всё замечательно. Тоже никаких нареканий отстирывает. Потрясающе, всё супер. Если он у вас плохо стирает, есть лайфхак. Я много раз про него рассказывала вам. Предварительно растворить в кипятке порошок, а потом вылить всё это дело в барабан. Это во-первых. А во-вторых, если вы часто стираете гелями, а потом вдруг решили перейти на порошок, даже если у вас новая машинка, он будет сначала плохо стирать. Можно с одним порошком запустить стирку 90 градусов, потом вы увидите более качественную стирку и отстирывание. Так, дальше поехали. Петти Телс. Много раз тоже про них вам рассказывала. Салфетки, которые прекрасно справляются с пятнами и не оставляют разводов на ткани. А с ковра убираю пятна с обивок и со всего, где придётся. Моментально, быстро, супер, классно. 308.04 артикула. Здесь их 30 штук. В следующем каталоге как раз за жёлтые ценники будут. Две пачки салфеток возьму обязательно. Так, соль у меня закончилась. Моя любимая соль, которую я уже много раз повторяла. Это датская подкопчёная. Она мне очень нравится. Мне нравится с утра с ней яичницу жарить. Мне нравится её добавлять, когда картошечку жаришь. Она такого цвета, как паприка, да? Передаёт золотистый цвет блюду. И лёгкий-лёгкий такой оттенок. Вот если взять приправу для курицы с фиберлик, у меня к ней рука не тянется. Потому что она слишком насыщенная. Даже если граммулечку положишь. Ну вот много очень специй. Перебор, прям совсем перебор. То здесь вот вообще полностью обратная история. Кто не пробовал, рекомендую. 161.45 артикул. Надо будет заказать ещё. Так, кончились ватные палочки. Ни одной тут нету. 910.254. Изумительно намотан хлопок. И изумительно крепкая бамбуковая палочка сама. Никаких нареканий нет. Поэтому пользуюсь только ими. Ночные прокладки закончилась. Пачка у меня всегда несколько штучек есть в запасе. Потому что они периодически исчезают. Раскупают их, так скажем. 112.95. 7 штук в упаковке. Это огромные лыжи. Защита полнейшая от протеканий. Сзади крылышки. Прям совсем сзади. Знаете, есть ночные прокладки, у которых вот крылышки, потом ещё крылышки. А эти прямо они в самом конце. То есть зад он такой широкий. В этом ещё защита от протекания. Анионовый чип. Турмалин. Благодаря которому вот я меньше чувствовала боли. Ну, у меня боли никогда не было дискомфорта во время критических дней. Да, многие девчонки писали отзывы, что действительно боли уходят. Я не знаю, с чем это связано. Волшебство, магия. Назвайте это как хотите. Вообще турмалин. Анионовый чип, который блокирует запахи. Они классные, они крутые. Они на самом деле, я не нашла им замену. Искала, не нашла, нет. Так, дальше. Пятновыводитель. Я его с ложкой что ли вместе выкинула. Ну, ложку, наверное, можно оставить, пригодится для чего-нибудь. Она внутри была. По-моему, они сейчас без ложки уже идут. Я давно покупала. Надолго у меня его хватает. Потому что, в принципе, я смысла в нём не вижу. Не знаю, зачем я его опять брала. Хотела с ним эксперимент какой-то провести. Артикул 327. Он слабоват. Вот он слабоват немножко. Вот если брать очиститель, который мы с вами тестировали, перкарбонат натрия, он сильнее. Он гораздо сильнее. Вот этот по мне слабоват, поэтому смысл его брать, если он у меня не работает. Даже если замачиваешь, он вот всё равно послабил. Но многие девчонки его любят. Многие девчонки его хвалят и берут только его. И у них всё тестировать. Поэтому вот так получается. Почему-то не знаю почему. Так, закончился скраб и циклер. Ещё один стоит. Артикул 6646. Здесь, на самом деле, очень мало скраба. Хватает его ненадолго. Он такой беленький, с коричневыми вкраплениями. Скрабирующих частичек мало. Они средней такой угловатости и остроты. Но он такой вкусный, сладкий. Он так здорово пахнет кокосом. И он сладкий на вкус. Он сладкий, приятный на вкус. Мы с вами уже пробовали, когда вот умывались. И после него лицо здесь в составе масла безумно мягкое, безумное. Это вот, знаете, блюр-эффект. Вот если куда-то собираетесь, прям можно проскрабироваться. И здесь у нас не только очищение, а сразу получается увлажнение и разглаживание. Вот таким он обладает интересным свойством. Поэтому нравится. На самом деле нравится. Но просто этой баночки хватает прям на несколько раз. А стоит она не бюджетно. Соль для ванны из новинок. Уже у нас с вами сторода мораль. Я снимала подробный ролик. Как она пенится, сколько пены. Артикул 29.00. Пенится. Пахнет приятно. Все отлично. Все замечательно. Реканий никаких нет. Бады. Слушайте, бады. Много бадов. Сейчас я их все достану. Вроде как все. Но до каких дотянулось. Так. Energy Boom. Периодически покупаю. Пью по мере необходимости. Когда вот не выспалась. Артикул 157.27. Когда не выспалась. Много дел предстоит. То по одной. Максимум. Две. Но это в редком случае. Могу с утра выпить. Обязательно с утра. В первой половине дня. Потому что потом можно не уснуть. Это кофеингу. А рано. Но хорошие кофеингу. А рано. Допустим. Давление от них не скачет. Там ничего. Все отлично. В общем. Это энергетик. Кому такое надо. Сейчас весенний авитаминоз. Вот этот месяц. Февраль-март. Всегда какой-то упадок сил. Потому что еще вот эта хмурость. Серость надоела. Мало солнца. Поэтому можно. Можно взять баночку. Побаловаться. Попить. Энергии себе придать. Витамин D3. 157.77. Взрослый. Пью на постоянной основе. Пока еще одна банка есть в запасе. Пью уже месяца три. На постоянной основе. Потому что солнца сейчас нет. Витамин этот нужен. Он тоже, кстати, отвечает за энергию. Это легкий энергетик для организма. Витамин D3. Он и для кожи нужен. Для волос. Для всеобщего класса. И на веночке, девчонки. Молекулярные БАДы. Допила две баночки. Первая у нас с вами. Мультивитаминный комплекс для женщин. Артикл 157.05. Капсулы везде одинаковые. Везде одинаковая инструкция. По две штуки. Один раз в день. Во время еды. И нигде не пишут, что я не нашла с утра или когда. Поэтому уже для себя решила принимать вот эти два БАДы в завтрак. Чувствовала себя все это время хорошо. Все прекрасно. Бодрость. Легкость. Ногти растут. Волосы растут. Кожа прекрасно выглядит. Ничего плохого сказать не могу. И антиоксидантный. Параллельно вместе с этим БАДом пила 156.99. Сейчас другие два пью. Я не пью прям целую гору. У меня сейчас витамин Д3. И три БАДа новеньких еще тоже. Вот. Про них потом тогда. Значит, антиоксидантный. Тоже очень классная вещь. Вводить всякие токсины. Приводить организм в норму. Это все очень-очень полезно. Составы у всех БАДов великолепные. Очень разношерстные. Много интересных полезных компонентов. Поэтому мне нравится. Мне нравится. Мне кажется, эта артиллерия помощнее, чем БАДов и Берли. Наши, да? Старые. Скажем так. Поэтому ее с превеликим удовольствием. Так, набрала маленьких баночек себе из пакета. Что у нас тут первое? О, любовь моя. Это масло с монардой и витамином Е для ногтей. Девчонки, на нем нет артикул. А есть 67-34. У меня постоянно теперь есть в запасе великолепный ухаживающий продукт. Еще и как сопутствующее лечение грибка. Монарда, потому что обладает противогрибковым эффектом. Для ножек, для ручек. Обрабатываю ноготки, кутикулу. Все отлично. Все великолепно. И основа такая, хоть и масляная, но быстро впитывается. Никакой пленки, общей жирности не оставляет. Супер-супер-пупер. Так, закончилось масло антистресса. Оно у меня вот такое вот в пластилине. Крестюшка с ним игралась. 12-96. Очень классный аромат. У меня сейчас в любимчиках вот эти последние два. Секси и Мани. Они вообще великолепные. А здесь больше хвойная такая. А дужку антистресса больше похож на моноаромат, нежно на какой-то комплекс. Вот эта вот хвоя, у меня домашние ее не любят. Поэтому, скорее всего, больше не повторю. Наконец-то добила пасту биосива. Знаете, почему наконец-то? Потому что задолбала вообще, не кончается и не нравится. Покидывать жалко. Слушайте, я тут артикул не вижу. Я думаю, уже нет смысла. Вроде поговаривали, что биосивы вводят, потом сказали, не выводят. Не знаю. Я не вижу артикул здесь. Ох, с лимоном, якобы отбеливающая. Она действительно слегка повышает чувствительность, как мне девочки писали эмали. Очищает вообще средничок. Пенится плохо. Не понравилось. В течение дня я не чувствую свою эмаль. Идеально чистой. А именно она такой должна быть после хорошей пасты. Поэтому, конечно, повторять больше не буду и вам не рекомендую. Детская паста груша из линейки Техно Кидс 23.59. В следующем каталоге 3+. Будет новая паста у нас с вами в линейке Ума. Будем тестировать. Классная паста 6+. Действительно груша. Хорошо очищает. Все прекрасно. Все замечательно. Эмаль чистая. Зубки здоровые. Нареканий никаких нет. Варю у девчонки. Что-то у меня где-то завалялся пустой. Тоже крестюшка игрался. Но, по-моему, он еще есть. Эти эликсиры. То бишь сыворотки. 0,1,65 артикул. Пипеточка здесь с кнопочкой. Все отлично. Стеклянный флакончик. Дорого, богато. Именно вот этот вот аквалифтинг мне нравится больше всего в линейке этих сывороток. Действительно классная легкая сыворотка. От которой видишь эффект. Можно добавлять в крем. В крем вариативная косметика. Можно использовать самостоятельно. Как душе угодно. Мне больше нравилось самостоятельно то, что это мешанин. В руке я не люблю. Тюбик не добавишь, да? Класс. Хорошая, легкая. Освежает. Хорошо увлажняет. Слегка подтягивает. Прям вот нравится. Кто не пробовал, попробуйте, если еще есть. Если не вывели. Так, дальше. Мезопотокс. Еще в распродаже по срокам годности. Правила два тюбика. Наконец-то их все добила. Артикул 78-80. Нравится. Нет какого-то... Вот для жирной кожи хорошо подойдет. Чрезмерного увлажнения и питания нет. Есть легкое увлажнение питания, выравнивание тона. Мне все нравится. Мне подходит. Очень здорово, классно. Но хочется всегда что-то новое попробовать. Один уход надоедает, да? Так, вот еще паста Фаберлик Total Repair. Восстановление эмали. Артикул ее... Господи. 15-99. Ну, не знаю. Нет. Все равно нет. Не мои пасты Фаберлик. Они мне не подходят. Все индивидуально. И повышают чувствительность. Хотя восстановление эмали, если на постоянной основе только ей пользоваться, да? Поэтому я возвращаюсь к ним, даю второй шанс. Но все равно нет. Нет, не мое. Есть у меня другие любимые пасты. Фаберлик я больше брать не буду. Пеньцы хорошо. Вкус мятный. Все как бы здорово. Но эмаль повышается чувствительность. Почему так долго я тоже чистила? Чистила раз в три дня, чтобы чувствительность эмали не повышалась. Да? Ну, чтобы уже дочистить. Зима. Это прошлогодняя еще зима. Закончила ее. 09.54. Классный питательный крем с маслом ши, как и эта серия. Новая зима. Абсолютно все то же самое. Такая же отдушка. Такой же питательный. Действительно защищает от морозов. Наличка на ручке. Перед выходом на улицу наносим. И все будет вам счастье. Не будет покраснений, шелушений и так далее. А если они уже есть, то снимает. Но не критичные такие, да? Так, дальше, девчонки. Тоже недавняя новинка. Крапивный шампунь. Артикул 29.14. Хороший шампунь. Вы знаете, мне сначала показалось, что он не сушит волосы. Особенно после шампуня Алоэ. Но когда я начала им пользоваться, вот сейчас, в данный момент, у меня вымыто волосы именно постоянно, но мне очень понравился эффект. Мне больше совсем не хочется переходить на силиконистые какие-то маски, шампуни, бальзамы. Вот честно. Потому что понравился вот этот эффект живых волос. Не пересушивает. Нет, не пересушивает. Вот когда уже 10 раз подряд помыла, эффект он прям вот виден. Они живые, всегда есть прикорневой объем, к ним хочется прикасаться. Они вот такие вот настоящие. Да, может быть, не идеально лежат кончики с этим шампунем. Я же еще и феном не пользуюсь. Ничем сейчас не пользуюсь, на самом деле. Потому что смысла нет, шапка и так далее. И волосы и так лежат хорошо. Вот это мне понравилось. Поэтому прям могу смело рекомендовать эту линейку. Зуда никакого не было. Попробуйте, девчонки. Я знаю, у многих девчонок от разных линейок зуд кожи головы. Так, масло гидрофильное. У нас с вами 0,844. Я его перевела просто в красивую бутылочку. Оно еще у меня есть. Беру не первый раз. Это линейка ICO корейская. Классная. Если вы делаете стойкие макияжи, вообще как следует очистить кожу, можно раз в неделю, два раза в неделю воспользоваться. Можно и каждый день. В этом нет ничего страшного. Капаем себе на ручки. Смываем макияж. Потом набираем воду и умываемся. И когда мы умываемся, маслица превращается, грубо говоря, в тоник. Уже нет никакой масленистости. Хорошо смывается. Можно повторить, хорошее, качественное масло поры не забивает. Не знаю, конечно, как ежедневное использование. Потому что никогда так не использую. Так что у нас тут еще? Поснимаем с помощницей. Проснулась мочалка. Остались еще шарики. Вот такие вот маленькие. Но уже пенится она плохо, потому что мало. Их тут 7 штук, по-моему, было. И вообще вот этот аромат, он отдаю, отдаю все. Он Ксюшке... Забирай мочалочку. Иди вот сюда, садись, играй. Он Ксюшке не понравился. Вот с лаймом классно. Это сиреневая неплохая. Вот эта малиновая прям совсем не очень. Смотри, сейчас еще тебе баночки, да. Это вот эта детская линейка Lava Le Moments. У нас с вами гель для душа. Лимонный мармелад 29,42. Хороший. Ксюшке он прям очень понравился больше всего. И шампунь-бальзам для всех типов волос 29,47. Не бальзам. Он все равно волосы спутные. Поэтому повторять больше не будем. Наши волосы не берет. А, еще одна. Смотри, сколько паст у тебя. О, держи, сколько паст. Вообще с ума сойти. Так, пена для ванны. Вот эта зимняя. Мне больше понравилась весенняя. Вот эта вот лимитка, нежели вот эта зимняя. Мне у нее не нравится аромат 29,46. Но, тем не менее, имеет место быть. И сюда взять на подарочек еще что-нибудь. Можно побаловаться. Так, два мыла для кухни. Сейчас тебе все дам. Баночек тьма. Ребенку раздолье. Так, первое. Экзотические фрукты. 302,15. Хорошая мыла. Все. Тихо, 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 тихо. Не надо. Не нажимай. И новинка. Цветочно-цитрусовый микс. 302,00. Нельзя. 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 Забыла уже, как цитрусовый микс пахнет. Они все... На, нюхай. Они все хорошо устраняют запахи. Мне очень нравится с ними холодильник протирать. Изумительно. Вот нас с вами теперь шатают. Да, баночки. К мылу никаких претензий. Периодически беру. Но немножко подсушивает руки. Поэтому я больше вот люблю кремовые продукты. А сейчас еще и дозаторы на Валберс приобрела. Переливаю это мыло в дозатор, где есть вспениватель. Нельзя. И пенкой мою ручки. То есть получается вообще вот этой банки мыла хватает очень-очень надолго. На, нюхай, баночки. Так, чуть-чуть осталось. Голопал бы Европа. Крем-гель для век. Из линейки BioGlow. Хороший, легенький крем. Все замечательно. Нареканий к нему никаких нет. В этом плане все отлично. А оно какого-то прям вот суперэффекта не увидело. Вот не увидело. Держи. На вот этот тюбик. А вот этот маме отдай. Мама покажет. Давай. Давай. Теперь все обратно в пакет складывает. В общем, от геля BioGlow сильного эффекта какого-то не увидела. Но есть он и есть. Но увлажнение, легкое увлажнение. Ну и не более. Так, дальше. Подожди пока. Маска из линейки Carbox Therapy 0295. Забирай на. Иди клади в пакетик. Иди в пакетик клади. Маска классная. Я вам уже говорила. Я ее обожаю. После нее очень упругая кожа. Она плотная, такая гелевая. Она хорошо выравнивает тон. Упругость. Вот это я прям в ней ценю. Обожаю. Так, тушь Fuest Class моя любимая. Которая, собственно говоря, сейчас у меня на ресничках. Она коричневая. Артикул 5372. Не изменяю. Лучше туши не нашла. Для меня это идеальная тушь. Два слоя можно, держи, клади в баночку иди. Иди в баночку клади. Можно создать такой эффект драмы, нарощенных ресниц и так далее. Все нормально. Выкидываю палетку Glam Team. Девчонки, здесь нет артикула уже. Я вам сейчас покажу. Сейчас я там, подожди. Почему? Потому что здесь у меня любимые мои оттенки. Бронзант и эскульптор. Они закончились. А все остальное мне не нужно. Пудрой я не пользуюсь. В хайлайтерах и так полно. Румяна новую палетку взяла. А так она классная. Но не очень удобная. Лучше трехцветную. Лучше трехцветную, там удобнее пользоваться рефилами. А здесь они все рядом. И когда ты берешь один рефил, если кисть большая, то задеваешь другой. И получается не очень хорошо. Поэтому вот такую палетку я больше не возьму. Несмотря на то, что мне безумно нравятся оттенки. Здесь румяна такие освежающие, яркие, красивые. Но вот трехцветная, она как-то удобнее в плане использования. Так, вроде все, успели. Спасибо, Крис. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.